что из себя на данный момент представляет прокачиваемая bbm к 9 уровня т 249 в общем-то два года назад примерно у меня уже был гайд по этой машине и тогда у меня остались такие неоднозначные впечатления в принципе я был разочарован этой машиной после этого я ее переосмыслил и она мне гораздо стало больше нравится но тем не менее и сейчас у этой штуки есть вагоны маленькая тележка проблем вооружение шикарнейший гатлинг и причем из 37 миллиметровок я кстати по ошибке сравнивал с м48 гау-8 но нет это абсолютно разные пушки то есть система гатлинга и там и там но там другой калибр по-другому все это стреляет в нашей игре по крайней мере так что сравнивать не стоит и гатлинг здесь тоже в порядке особенно учитывая то что это bbm к а по оснащению я остановился на стандартном командире рина конал в общем-то незаметно здесь не лишнее потому что вы реально нормальная обычная bbm к с хорошим обзором незаметностью а по экипажу вот такие примерно перки тоже все стандарта стандартно есть в активных способностях радар который реально стоит использовать он у вас отнимает всего 5 процентов незаметности но дает вам 30 метров обзоров в целом и еще и обзор сквозь кусты и кроны плюс 30 процентов учитывая то что такие же перки есть у о конал учитывая то что здесь есть еще вот такая штука то есть это это bbm к может очень хорошо светить через кусты здесь есть обзор раз мы остановились на улучшениях а в целом здесь есть парочка интересных вещей опять же плюс обзор метров немножко добавляет плюсом здесь есть еще вот такая штука эффективность тепловизоров противника минус 30 процентов то есть в целом bbm к полноценная определенно но с очень нестандартным и злым вооружением я решил остановиться по расходникам на масле потому что все таки здесь максималка и разгон даже с маслом не самые хорошие аптечка возможно стоит огнетушитель но в принципе это это мне кажется может пригодиться но решил поставить именно аптечку потому что вроде бы особо не горел без командира остаться как бы на ббм ки плохая история но естественно zip и по оборудованию это оптика оптика скорострельность точность тут опять же мне кажется просто нет вариантов точно здесь не самое лучшее поэтому улучшать ее стоит и что еще можно посмотреть как бы бронирование здесь как видите по 20 25 миллиметров в целом его здесь нету поэтому на самом деле вам все равно какой частью вы будете выезжать противнику но определенно это стоит делать именно либо на борт либо на корму именно там у вас есть нормальные вены спереди эту вены шикарнейшие просто 6 градусов которые эти 6 градусов исчезает как только вы вот сюда поворачиваете над этим замечательным ведром механика водителя они вас вообще пропадает ну и это отдельная боль использование этого гатлинга вот с такой частью корпуса интересной и да не говорите мне теперь о том что ну это же зенитка тут не должны быть хорошие вены я видел зенитку с хорошими увенами вниз так что не надо мне бы об этом рассказывать вот собственно на этом в целом по оснащению и вооружению все в итоге мы получаем вроде бы офигительный интересный аппарат уникальный на самом деле уникальный для нашей игры который сочетает в себе и все плюсы bbm ки и очень жесткую автопушку гатлинга которая может раздавать очень нифигово но тем не менее с этой автопушкой с нее мы наверное начнем есть некоторые проблемки и самая главная проблемка на данный момент это то что казалось бы калибр 37 миллиметров пробой 150 150 это вообще ни о чем то есть этот пробой был у нас когда-то раньше до этого до того как все автопушки перебалансировали и как бы сейчас у 30 миллиметровок там пробой за 300 здесь 150 и это даже даже не нет смысла говорить о том что это какая-то балансная оправка потому что ну очень высокая сквиси с высокая скорострельность у этого гатлинга нет это все фигня потому что здесь и так это все изначально было сбалансировано тем что ты стреляешь четырьмя очередями причем с таким прям с такой прям очень существенной паузой то есть не подряд например как на м48 просто зажал и стреляешь до перегрева нет здесь у тебя таких 4 ну как бы магазина до получать 4 ленты ты их выстреливаешь и уходишь перезарядку то есть в этом плане все сбалансировано просто разработчики забыли немножко апнуть пробой а этот пробой очень как бы сильно решает потому что 150 миллиметров но как бы с дистанции ты пробиваешь исключительно только прям совсем картон опять же с дистанции большой разброс он увеличивается при зажатии и даже в картон ты нормально как бы не наваливаешь вот даже к 153 сраный как-то смог выжить хотя у меня по идее в среднем такая одна очередь из четырех дает полторы тысячи урона то есть всего здесь среднего получается четырех очередей 4000 и звучит очень круто но вот реально учитывая пробой дистанции ты хрен кого наваливаешь да и вблизи например от тяжело bt с таким пробоем далеко не всегда нормально пробиваешь и это основная проблема то есть вроде бы это ббм к должна быть супер злой супер прям вообще агрессивная с таким с такой-то автопушкой но пробой говно замечательный люк мехвода который впереди в лд-шки торчит частенько тебе может какую-то очередь просто закосячить ну то есть ты такой залетаешь противника поворачиваешь башню немножко левее и натыкается пушка на эту этот люк мехвода у тебя орудие подлетает вверх и ты одну очередь например просто-напросто молоко пускаешь а здесь каждая очередь очень важна если ты тем более какого-то флоу противника хочешь забрать так что вроде бы автопушка крутая но с определенно с такими серьезными недостатками на этом недостатки не заканчиваются переходим к дымам они здесь есть два выстрела в кассете но они стреляют исключительно только вперед по корпусу и ох блин как же часто это подставляет помимо этого девятый уровень привет десятки а у нас не коэпа не коза нифига просто нечет их соответственно сами понимаете шикарнейший дуплет тебе в лицо отправляет тебя сразу же в ангар также не стоит забывать что после очереди незаметность у вас так неплохо прям проседает спасибо конечно что не до нуля она улетает но тем не менее проседает прям нормально и соответственно если вы где-то стоите светите на какой-то прям на у границы где вас могут засветить то вам лучше не стрелять иначе после этой очереди скорее всего вы засвечиваетесь ну а так как мы картон казов нету хп-шки мало отправляться в ангар мы тоже будем быстро и все же несмотря на все эти недостатки 249 мне все еще интересен это реально классный геймплей когда ты принципе ты этой автопушкой можешь кошмарить кого угодно любой картон ты кошмаришь то есть там не важно кто это лт-шки ббм ки и тэшки ну ладно что не сильно бронированные тэшки типа термиков естественно но тем не менее любой картон ты очень быстро можешь выпиливать если ты залетаешь неожиданно для него то запускаешь первую очередь и скорее всего обычно картон со второй очереди уже отваливается но как я уже сказал естественно желательно это делать до близкой какой-то дистанции в целом все врывы до желательно делать на близкой дистанции чтобы наверняка пробивать особенно если это касается о бт о бт частенько танкует такой пробой даже бортами у тебя просто половина выстрелов летит в непробитие а для тебя это блин не желательно тебе нужно все очень хорошо реализовывал по сути самая главная фишка то что вот подобную подобное вооружение поставили на маленькую платформу низ не слишком там конечно шустрою но тем не менее это ббм есть хорошая незаметность все у тебя есть подобное вооружение обычно стоит not как например на м48 гау-8 на каком-то очень медленном сарае с очень плохой незаметностью и ты тебе нужно как-то это реализовывать тебе нужно как-то к противнику подобраться здесь же у тебя есть все козыря маленькая платформа с хорошей незаметностью и обзором соответственно естественно позволяет тебе просто шикарно этим пользоваться подбираться к противникам насколько тебе нужно и в нужный момент врываться ну и при этом никто не отменял что ты все так же классная ббм как и как я уже говорил по всем характеристикам по всем этим улучшением она в принципе призвана для того чтобы противников светить так что в целом машина все так же мне нравится единственное я жду а по бронепробития и тогда на 249 будет еще веселее играть ставьте лайкосы и увидимся в следующих видео всем пока